Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа Золотая Рыбка. Три учебных заведения, три жены, три сына. Это все наш сегодняшний гость Александр Мохов. Здравствуйте, Александр. Я посмотрел фильмографию вашу, вижу, как дебютировали в роли адъютанта специализации люди в погонах, вплоть до Климента Ворошилова. И менты, и генералы. Это почему? Фактура такая? Почему вас используют в этом качестве? Ну, я думаю, использовали. Потому что, если посмотреть, что было в последнее время, наоборот, там даже были эксперименты. Очень смелые эксперименты. Был такой фильм «Весельчаки», где я играл вообще мужчина с задатками травести. И это нужно было мне, с моим миропониманием и отношением к этой теме, решиться на такой смелый шаг. Нет, наоборот. Да, сначала, ну, наверное, в силу моей какой-то фактуры. Даже у Никиты Сергеевича в «Сибирском цирюльнике». В окошке с Джулией Орман общался в качестве охранника. Ну, видимо, фактура вот такая подходила для кино, но не знаю. Мне кажется, все-таки этот я такой клише в свой адрес в последнее время сломал. В последнее время сломал. Ну, может быть, не так это было много этого, потому что довольно, наверное, с года... С 11-го, с 10-го я стал активно снимать как режиссер, поэтому... Не раньше, по-моему, уже? Ну, раньше, да. Это я имею в виду, я, да, снимал в другой компании. Раньше, да, раньше. Это благодаря Сурьковой Аллы Ильиничной, которая так... Увидев мой спектакль в театре Табаковой, сказал, ты не хочешь снимать кино? Я говорю, кто даст? Мало ли, что я хочу. Говорю, да нет. У тебя, это, говорит, смотрю, смонтированный фильм на спектакль. Ну, и я как-то так бросился, а я не боюсь этого делать, и попытался что-то сделать. Наверное, первый блин был комом, но я все-таки уже ремеслу технологии кино, как стал обучаться, и потом... Были даже фестивальные фильмы. Вот, я с фильмом, например, «Ельцин три дня в августе» летал в Монте-Карло. У меня даже есть фотография смешная с принцем Монако Альберто. Смешно он подошел на закрытие, ну, подходили, говорят, там, «From Russia», там, да, «German», я там. И я даже ему сказал, «Maybe drink», он говорит, «Why not?» А вам уже вот с опытом режиссерской работы актерствовать не сложнее стало? То есть вы теперь уже, когда слушаете режиссера, вы не прикидываете, что бы вы сделали на его месте в данный момент? Иногда это мешает, когда ты видишь, что режиссер беспомощный. Но я думаю, мне хватает какой-то деликатности, дипломатичности, которой меня учил Табаков, не навязчиво, не обижая амбиции самолюбия режиссера, как-то выступить в качестве сотворца. Да. Слава богу, ну, большинство как-то так принимают, откликаются и понимают, что, в конце концов, важен результат. Если мы работаем в тандеме, ну, почему, если вдруг актер предлагает неплохое, почему бы этим не воспользоваться? А вам, когда как режиссер, актер предлагает что-то, вы как реагируете? Грандиозно. Я всегда говорю, в театре или в кино, я говорю, ребят, наше дело коллективное. Ваше дело предложить, мое дело вам отказать. Ну, я шучу. Не важно, это касается и актеров, это и каскадеров, и операторов, и светиков, и художников. Вот я люблю абсолютно, потому что иногда в совершенно бредовой идее, предложении, рождается что-то, ну, мне кажется, очень интересное и смелое. Как с Никитой Сергеевичем, с Михалковым работает, как с режиссером? Он же тоже сам актер, прежде всего, как мне кажется. Это имеет значение вообще, когда режиссер имеет опыт актерской работы, или когда человек изначально привык, ну, лепить и командовать? Я думаю, имеет, потому что очень многие режиссеры, как бы, больше, так скажем, схематично объясняют тебе задачу. А Никита Сергеевич, вот мы просто, когда снимался, у меня эпизод был, но с Джулией Орманд, и... Это сибирский цирюльник. Да, сибирский цирюльник. И, во-первых, он так общался, как будто, ну, мы с ним, ну, друзья лучше. Он так умеет расположить актера к себе, так поставить задачу, так пошутить, что ты понимаешь, ну, как бы... Невозможно, по-моему, не выполнить то, что он просит тебя. И тут, конечно, он растворяется в актере, хотя, ты говорю, пришел там пацан какой-то. Это, конечно, грандиозное его качество. Ничего не могу сказать. А вы за ним, как за публицистом следите? У него есть проект «Бесогон». Конечно. Как вам он в этом качестве? Ну, я не все его позиции и точки зрения разделяю, скажу честно. Раз уж мы затронули, знаете, как, правда говорят, не создая себе кумира, очень часто я ко многим артистам, которых я боготворил, когда я встречался с ними в жизни, чаще всего происходило разочарование. Я не знаю, стоит ли в нашей передаче говорить, но если что, вырежете, знаете, после того момента просните. Помните, он в МГУ или где-то в университете, в институте выступал, не помните? Когда в него кто-то кинул яйцом. Это в ЦДЛ было. Понимаете? Нацболт. И я видел, охранники поймали этого парня, и он, извините меня, ударил его ногой по лицу. Потом это все удалили. Моя любовь к режиссеру, тому Никите Сергеевну, она безгранична, безмерна. Ну, для меня человек потерян. Я думаю, Никита Сергеевич меня и не вспомнит, кто это такой, когда-то снимался. Но я вам скажу, когда была передача, посвященная, кстати, сибирскому цирюльнику, почему-то меня позвали, я говорю, а что я там, у меня эпизод. Там будет Никита Сергеевич? Нет, нет, нет. Я говорю, ну ладно, тогда я приду. Он пришел на передачу, и я увидел, что он пришел. Я развернулся и ушел. Что мне Гикуба, что я Гикубе. Понимаете, никто моего, наверное, ухода по большому счету, ну, только из тех редакторов, которые меня пригласили, заметил. Больше никто не заметил. Но я не смог, я не смог в студии находиться с человеком Михалковым. С режиссером Бог, ну, для меня Бог, по крайней мере, ну, как человек, его позиция, его поступок, для меня сказал все. И, ну, как, вот, понимаете, вот. К сожалению, что я познакомился с этой стороной этого человека, понимаете. Для меня это было, ну, страшным разочарованием человеческим. Вы Олега Павловича Табакова, своего наставника, учителя, упомянули. Я так понял, что вы были, ну, достаточно близки, бывали дома у него, он вас приглашал. То есть вы дружили с семьей? Да нет, не то что с семьей, но как-то, я не знаю, вот жалко, что Олега Павловича нет, наверное, нужно было бы его спросить. Были несколько человек, и я в их числе, как я понимаю, которым он проявлял какую-то, ну, может быть, излишнюю симпатию. Нам даже в Амхате говорили, нас бы за такие поступки уже увольняли. А вот он прощал. Ну, это было буквально, может быть, 4-5 человек. А какие поступки? Алкоголизм? Ну, да, например, кто-то мог там сорвать репетицию, сорвать спектакль. По пьянке сорвать? Да, по пьянке сорвать спектакль, да. Не знаю, почему Олег Павлович хотел вам мудрости, терпения, какого-то педагогического подхода к ситуации. Конечно, если человек это делал постоянно, он с ним прощался. Ну, как бы, это все-таки это дело, это, извиняюсь, театр производства, извините. А когда это бывает, он разговаривал, причем мы его действительно в закулисье называли папа. Ну, он вам там привозил джинсовые костюмы, какие-то... Ну, это не наш курс, а это первый курс, где вот там Газаров, Майорова. Вам я имею в виду своим студентам. Да, представляете, он привез каждому, узнал размеры, и привез каждому джинсовому костюму. А когда, кстати, у Андрея Смолякова, вот уже когда был театр, что-то там нужны были лекарства, он поехал как раз там, не знаю, куда поехал, в какую страну и привез. Андрея же расплакался с Малякова, потому что, ну как? Да, поэтому папа. А вы с кем-нибудь из тех, с кем вы постигали мастерство у Табакова общаетесь сейчас? Да, да. Кто это? Ну, вот сейчас, прежде всего, Сергей, Сергей Ишанч Газаров, который теперь стал моим худруком в театре «Сатиры». Знаете, очень приятно, спустя время ты встречаешься, человек сканирует тебя, а ты его. Ведь мы же все меняемся, да, особенно мы проходим там медные трубы. И как? И я увидел, когда я позвонил Газарову, он говорит, о, привет, Махняк. Он меня звал, ну, Мохов Махняк, да. Я говорю, привет, Газик. Ну, то есть, я понимаю, вот этих 15 лет их не было. Человек мне говорит, называй меня тем именем. И я понял. Я пришел в театр, посмотрел спектакли и сказал, ну, давай попробуем посотрудничать. Он говорит, с удовольствием. Вот я сейчас уже сыграл, сыграю скоро вот третью премьеру. Я так понимаю, вот мне прислали пьесу, это будет четвертая, наверное, в конце января, в феврале. У меня-то нет февраля, а будет премьера. Поэтому складывается такой хороший творческий тандем. Ну, посмотрим, понимаете. Отношение прошлого, это прошлое отношение. Нужно сейчас и здесь выходить, играть и доказывать, что ты можешь, что ты не можешь. И все равно это мой худруг. Как это, я не захожу без надобности к нему. Ну, как бы пытаюсь оправдать. Потому что, на самом деле, ведь в трупе сейчас 121 человек. Вот он берет еще одного артиста. И мне кажется, этот артист, ну, в моем лице, должен доказать необходимость приглашения этого артиста. Скажем, у нас же есть свои. Или скажешь, ну, нет, да, ну, да. Ну, да, наверное, это может быть употребляемо в дело. Алексей Серебряков. Мой анокурсник. Вы общаетесь? Мы созваниваемся. Но опять, когда у меня какой-то проект, либо театральный, либо я как режиссер, вот, я созваниваюсь. Он говорит, Саш, с удовольствием, но сейчас пока вот это, это. Не знаю, может, это деликатный отказ. Но у нас с Лешей очень теплые отношения были и тогда на курсе, и потом. И когда я снимал к 75-летию Табакова документальный фильм, он сказал, да не проблема, я приеду. Мы с ним долго общались. Об Олегу Павловичу нет. Ну, надеюсь, эти отношения такие добрые, взаимно. А как вам вот этот хайп по поводу его знаменитого заявления, ну, насчет хамства как национальной русской идеи? Это все прошло мимо вас? Да нет, не прошло. Я просто, правда, я Лешу знаю, я думаю, что в качестве адвоката я ему не нужен. Но он всегда был, как это, чересчур порядочным. Чересчур очень тонко всегда чувствовал ситуацию. Это его позиция. Я не знаю, это его позиция, можно ее разделять и разделять. Но, опять же, почему я люблю приходить, общаться в студии? Зритель видит искренность моих слов. Понимаете, есть как. То есть, что есть, а есть как. Мне кажется... Вы же актер. А? Я? Вы же актер, конечно. Нет, я актер в театре, в кино. Я в театре, в кино, да. Но нет, я думаю, что умный зритель сможет прочитать между строк, насколько лукавит человек или не лукавит. Мне кажется, когда Леша говорил эти мысли, у него не было злости какой-то, агрессии, ненависти. Мне кажется, у него была какая-то боль. Понимаете, сейчас такое время гипертрофированное. Ты говоришь одно, а люди воспринимают с какой-то ненавистью, желчью другое. Но, ну да, человек может не совпадать с твоей точкой зрения. Но сразу говоришь, что ты предатель. Давай, иди в свою Канаду. Не знаю. Я к нему после этого интервью хуже не стал относиться, честно скажу. А вообще вот эта тема, люди-богемы, ну актеры, скажем, и политика, это только наша вообще история? Или это во всем мире актеры так или иначе бывают задействованы в каких-то там движениях, что-то говорят? Ну, я думаю, это не только у нас. Но у нас просто, видите, время такое довольно оголенное. И, нет, послушайте, если человек творчески, неважно, актер, музыкант, неважно кто, певец, художник, решает идти в политику, ну, в принципе, это его право. Я вам скажу, меня опять же, вот Олег Павлович очень долго двигал по административной линии. Я был комсорг, профорг, потом он сказал, хотел, чтобы я был директором театра. Типа, я же был в современнике. И я говорю, ну так Олег Павлович, я же минимум года два-три там. Он говорит, да, как я, три года практически ничего не играл. И я понял, что, а надо ли мне это? Собственно, для чего я учился другой профессией, которой хочу заниматься? Что мне даст мои, так скажем, руководящие посты? Что мне это принесет как человеку? Ну, художника слова не буду говорить, но как бы зачем? Ну, зачем? Какие блага? Какие? Ну, что? И я сказал спасибо, и я ушел. Я вижу, да, люди из нашего цеха, и депутаты, и какие-то деятели общественные. Мне это не близко. Я скажу, когда, знаете, когда мне говорят, какая твоя позиция по тому или другому поводу? Я говорю иногда, я не знаю, потому что я не разбираюсь, я не лукавлю. Я интересующийся человек. Я каждое утро смотрю СМИ мировые. Скажу честно, я запутался в этом миропорядке. Поэтому, понимаете, наверное, человек должен быть убежденный, идущий. Я знаю вот это, да, опять же, той позиции, другой позиции. Но убежден, у меня не это этой позиции. Если, например, ставят спектакль, снимая кино, я выбираю свою позицию, о чем я хочу снять. Свою эстетику, театральную, киношную, какую мысль я хочу донести. И я ее требую от актеров, добиваюсь, да? А если я не понимаю, куда вести людей в общественной своей деятельности? Зачем я буду путать, пудрить им мозги? Зачем делать вид? Я не хочу. Мне кажется, глядя на нашу там думу, когда люди говорят, я так думаю, вообще, о чем человек говорит? Вот что он хочет? Я не хотел бы быть одним из таких. Не хотел бы. Если уж мы там Табакова упоминаем, а Павла, ну, Павла Табакова, его сына младшего, от которого Марина Зудина родила ему, представляют, я смотрю в газетах, звезда сериалов и митингов. То есть, получается, что он задействован как профессионал и вот как такая общественная фигура. Я вот про это говорю. Это не мешает карьере или, наоборот, это помогает карьере? Если мы говорим об отношении внутри цеха, я не про публику говорю. Внутри цеха это ценится, когда человек занимает активную общественную позицию, так скажем. О, хороший вопрос. Я вам скажу. Ну, с Пашкой это, наверное, нужно ему задавать отдельный вопрос. Не мешает ли ему это? Мне это мешает. Опять же, вот, возвращаясь к тому фильму, к 75-летию Табакова, когда я ему задавал вопрос. Политика, власть, он говорит, я всегда старался быть вне. Мне это мешает. Мне это заламывает крылья. Меня это сковывает. Меня вгоняет в определенные рамки. Конечно, конечно, ну, как бы, без общения с властью быть человеком таким невозможно, да. Но, вот он всегда так, как бы, умел отделять зерна от плевел. Мне кажется. Поэтому мне это мешает. Мне это очень мешает. Потому что я, понимаете, я максималист. И я иногда такой, как бы, прям вот, мне это мешает. Я начинаю очень увлекаться. Я, не знаю, может, имея ошибочную точку зрения, но начинаю оппонента убеждать в другом. А у него другая. Я говорю, все, все, иди, не хочу. Это неправильно. Приходя в театр или на съемочную площадку, я всегда говорю. И говорю. Все оставляем за дверью. Давайте чуть-чуть, чтобы с этой темы уйти. Но мы подхватим семейную тему. У вас три жены. Ну, не одновременно. Третья жена. Все. Третья жена. Средний, Макар, ему 15 лет. Он сказал, нет, там бизнес, все дела. Но сейчас перешел в школу с театральным уклоном. Вы же в 15 лет поехали поступать. Да, да, да. Вам 15 было, когда вы выбор сделали. Да, ну да. А вот он перешел в школу с театральным уклоном. И вдруг он просто в каком-то щенячем восторге. Говорит, папа, класс. Он очень творческий. Мало того, что он закончил музыкалку по классу фортепиано. Он очень музыкальный, очень творческий. Я думаю, не знаю, актер ли, но что-то связанное, мне кажется, вот кино, театр, что-то он очень, мне кажется, вот это его ниша. Он такой, мне кажется, его ниша это, да. А маленький, Матвей, ну что, ему 6 лет. Да, он любит, он очень музыкальный, не в папу, а в маму. У него слух очень хороший, он поет, любит танцевать такой все время, что-то лепит, рисует. Но судя по тому, что его тянет в эту сторону, что-то все-таки в нем есть. Может быть, по стопам папы, мамы. А вам хотелось бы, чтобы сыновья пошли по этой стезе? Если я скажу, хотел бы, мне кажется, это мой родительский эгоизм. Главное, чтобы он нашел ту профессию, чтобы он был счастлив, зарабатывая деньги и получая удовольствие. Если он будет просто зарабатывать деньги, будет как на каторгу ходить на работу, это катастрофа. Поэтому я могу что-то подсказать, но выбор, упаси Боже, они должны сделать сами. Вот как это, опять говорил Табаков. Я готов еще приплачивать, чтобы мне разрешали выходить на сцену или заходить в кадр. Ну, я понимаю это. Но не приплачу. Ну, не приплачу. Да, ему платили, как это, хорошо за это. Но вот это правильный подход. Я об этом говорю. Я этого желаю своим детям. Вы, беседуя в одном из проектов с своей молодой коллегой, проговорили такую мысль, что вы считаете, что брачные контракты – это вещь правильная и даже необходимая. Знаете, как опять цитирует Табакова, когда говорю, подождите, Олег Павлович, ну вы же говорили другое. Сам говорю так, сам говорю иначе, да? Сам говорил. Опять же, вот это этапы нашей жизни, опыт, да? Да, когда там у тебя с каким-то человеком что-то не сложилось, и ситуация дошла до контракта какого-то, да, написания, не знаю, там, как-то, ну, неважно. Ты говоришь, все, в следующий раз только контракт. Все пункты, все пункты вот будут договорены от мелочей до мелочей. А сейчас, когда вот я живу, да я понял, да вот клянусь им, может быть, это, кажется, вам, так сказать, набиваю цену, я понял, что мне вообще ничего не надо. Мне главное, что теперь детям, ну и вот жене Ире все было хорошо. Мне неинтересно, вот знаете, вот почему-то, я даже не помню, когда, скажу честно, но вот уже сейчас в зрелом возрасте, я понял, ну правда, вот правда, дом, квартира, машина вообще не имеет никакой ценности. Хотя, честно, как мальчик с хутора, мне всегда казалось, должно быть правильно, да? Да, квартира, дом, машина, чтобы вот как-то я себя чувствовал. А теперь понимаю, сколько мы на это тратим времени, жизни, денег, всего лучше, собрал деньги, он поехал в Доминикану, поехал куда-то, не знаю, там, путешествовать по миру. Поэтому, наверное, сейчас, ну, на неюсь, до этого не дойдет, но я даже не буду составлять никакого контракта, я просто скажу. Я в 50 лет стал бомжом, когда я, по-моему, проснулся, у меня ничего нет. Когда вы это от второй шеи мужчины все оставили. Да, когда я развелся. Но я, вы знаете, как скажу, я себя поймал на съемной квартире, когда стал просыпаться, я улыбаюсь. Я улыбаюсь. Ну, типа, я свободен или что это? Нет, нет, просто вот, я даже не анализировал, я просто понимаю, я понял, я просыпаюсь, а то, что я улыбаюсь, и я понял, вот это счастье. Снимая однокоммунную квартирку, я просто, я шел по улице, наверное, как будто у меня были там миллиарды, миллионы, плевать. И я вот, наверное, теперь я живу по такому принципу. Наш, вот, вернее, ваш, должен сказать, ваш российский актерский цех, по вашему представлению, сильно отличается от голливудского, не в плане заработков, а вот в плане каких-то взаимоотношений, отношений к этим контрактам, вообще отношения к работе, или у вас нет вообще никакой идеи по этому поводу? Уверен, что это колоссальная разница. Вам не доводилось работать с иностранными? Я работал с Иржи Менцелем, когда снимали Чонкина. Так. Да, в Чехии мы снимали просто разница колоссальная. Когда я приезжал, тогда рассказывал, мне никто не верил. Ну, понимаете, там дают больше денег, условий, но там больше и спрашивают. В смысле? Нагрузки? В смысле ответственности к твоей профессии. Если мы тебе платим эти деньги, то будь добр. Там, пардон, опоздать, или там прийти пьяным, или не знать текст, или там я не знаю, что себя вести. Там сразу у нас, в принципе, вот я вам скажу, некоторые актеры, в силу, так скажем, их отношения к профессии, очень часто нарушали контракты. И я говорил к продюсерам, подождите, там же написано. Ну, они как бы не очень действуют. Извините, пример, Микки Рурк, мегазвезда. И пока за него спустя сколько лет не заступились мегазвезды, его же все, все закрыли. Вот, вот для меня это показатель. Поэтому я, ну, я не знаю, может быть, я воспитан хорошими учителями. У меня отношение другое. Я сейчас в этом году, кстати, набрал, как у друг, курс актерский. И я пытаюсь, вот, как это, театр начинается с вешалки. Поколение другое, они вообще, о чем вы говорите, вообще о чем? Начиная с того, что они могут подойти, педагог сказать, а здравствуйте. Я говорю, женщинам и людям старше себя. Руку не подают. Не понял, почему? Понимаете, вот, то же самое и молодые актеры. Они закончили многие. Есть потрясающие. Но очень многие, типа, вот, я уже помелькал на экране, меня уже знают, ну, уже облизывайте меня. Прости, а что ты текста не знаешь? Ну, вот это. Ну, в контракте написано, штрафные санкции. Ну, он знает. Если его начнут, он потом вообще не придет, потом вообще сорвет съемочный процесс. Ну, самое интересное, если помните, в советское время, если актер, там, снимаясь на Мосфильме, да, его вносили, черный список, он на других киностудиях сниматься уже не мог, Одесская, Ленфильм, да. А сейчас все равно, ну, ладно, там нагадил, там буду сниматься. Там нагадил, там буду сниматься. И это не только касается нашего цеха актерского, это и другого. Киношного, театрального. Конечно, в этом разница колоссальная. Вот действительно, в профессиональном подходе. Понимаете, Максимилиан Шелл, оскароносный артист, сам вставал в кадр, чтобы на него ставили свет. Пускай там тот постоит, свет поставьте, я войду. Человек Оскар, мировая величина. Просто мне повезло, я с ним работал, ну, как бы, я как актер, он как режиссер. И я понимал, вот чему надо учиться, а не вот это. У меня деньги, какая машина меня заберет, в какой я полечу бизнес-классе, какая у меня должна быть гостиница. Да ты иди работай, все у тебя будет, ну, иди работай. Нет. Почему коллега молодой, я посмотрю, скажу, подождите, ну, мы же одного, в принципе, статуса, да, известность. А что это у него бизнес, а у меня это, что это у него номер там люкса, а у меня пол люкс. Вот, что многих интересует, и это страшно. А когда он выходит на площадку, и ты говоришь продюсеру, по-моему, у нас сегодня будет переработка, потому что отведенное время на сцену увеличивается в два раза. А я из тех дотошных режиссеров, которые снимают не так, как получается, а так, как я задумал, так, как я хочу. А так как, к сожалению, сейчас очень часто утверждают актеров без учитывания мнения режиссера, то говоришь, ну, вы же утвердили, ну, вы же видите, ну, вы же режиссер, вы же сделаете. Я говорю, ну, хотя бы чуть-чуть надо было спросить, вообще подходит, не подходит. Такое тоже бывает, поэтому... Нет, у меня школа такая, мне кажется, очень профессиональная, заложенная, прежде всего, Олегом Павловичем Табаковым. Иногда это мешает. Ну, что делать? Мне это нравится, и я работаю вот по этим лекалам. Мы когда произнесли словосочетание «черные списки», я вот о чем подумал. Последние, ну, года два, мне кажется, очень многие мои собеседницы и заслуженные актрисы, ветераны из сцены и экрана, кстати, вспоминают эпизоды, связанные с так называемым харассментом, с домогательством. Что они показывали в этих «черных списках», когда там не шли навстречу пожеланиям определенным режиссерам. В то время, в конце 80-х, когда вы учились, это обсуждалось среди будущих актеров, среди действующих актеров, вот эти практики? Или когда-то тогда были другие стандарты, и это там как-то подразумевалось, или не казалось чем-то особенным? Да ладно, о чем мы говорим. Многим актрисам в советские времена просто карьеру ломали. Ну, я это знал. И вы это знали? Конечно. И в то время знали? Конечно. Более того, вот уже ближе к 91-му это было проще. А вот именно в те... Проще сломать или проще? Нет, меньше было прецедентов. А вот в те времена, когда было такое серьезное полетбюро и ЦК, и от кого зависели? Извините, только через общение, как вы сказали. И многие, которые отказывались, все, карьеру ломали на карьеру. Ну, я не хочу сейчас называть фамилии, потому что я не имею права, как бы меня никто не уполномачивал, но я это знаю. То, что сейчас это... Вопрос, я не знаю, вопрос, наверное, я не знаю. Наверное, были случаи насилия, наверное. По крайней мере, это есть. То, что мы читаем, видим, мы знаем. Но, извините, я представитель мужского пола, я когда об этом сильно не задумывался. Я думаю, что молодым, красивым девчатам, когда приходили они на встречу, наверное, ну, опять же, понимаете, каждый выбирает свой путь. Нет ли здесь вот такое, все-таки, если мы говорим как представитель мужского пола, все-таки некой нашей уязвимости, вот, любая фактически может сказать, что, там, я не знаю, ей там клали руку на коленки или делали там какие-то предложения, и не отмоешься. Вот здесь вот, мне кажется, ведь речь должна идти и об ответственности, условно говоря, заявительниц как-то под это должно быть, кроме заявления, что я помню, вот было так-то. Вот с тем же Олегом Павловичем Табаковым вы знаете. Любят обсуждать, любят. Да, и я не думаю, что это, там, упоминаемым нами, там, членам семьи приятно это слышать. Это должно как-то регулироваться юридически, вот, такого рода обвинения и оправдания. Я начну с первого. Да. По поводу Олега Павловича. Да. Ведь грязь-то в чем? Они стали его обливать грязью и выдавать факты, когда его не стало. Вот это, даже если это правда, сейчас это недостойно. Пришли бы, сказали, вот, извините, было. Во-первых, если это было с позиции лет, уже глупо говорить, но если вы говорите, надо бы сказать, про Олег Павловича, когда он был. Совершенно верно. Ну, что я скажу, я ведь тоже понимаю степень такого деликатного момента. Поэтому, если я кладу руку на коленку, то у меня стоит оператор, свете, гример. Это в процессе репетиции. Но не просто я ей кладу. Есть партнер. Я, как режиссер, показываю, что бы мне хотелось. Я вам скажу, несмотря на мой зрелый возраст, мне очень часто молодые актрисы там дают телефон или визитку. Я говорю, а зачем? Они говорят, ну, мало ли роль будет. Я говорю, а вот у меня там кастинг-директор. Понимаете, вопрос, кто-то поведется, кто-то не поведется. Как туда, так и сюда. Вот и все. Ну, правильно, если я приглашаю актрису себе в кабинет и начинаю типа репетировать, трогая ее за все места, ну, тогда пускай заявляет. Но опять, если она докажет, она будет права. Но если я это делаю, там, я могу, пардон, когда со студентами репетируем, я говорю, пардон, я сейчас не мужчина и не педагог, я сейчас партнер. Как бы там, да? Вот и все. Ну, это наша профессия. А если ты, ну, опять же, тогда выйди, ударь по щеке его и уйди. Кто-то, понимаете, и на этом, как говорите, делает хайп. Понимаете? Он мне. Ну, не знаю, может быть, в Америке у них законодательство такое, что можно и доказать. А как доказать? Вот если они два человека, если я не ответил. Я не знаю. Честно, законов таких, до такой тонкости, там, европейских, американских, отталкиваясь от своих, ну, я пытаюсь понимать, чем это может закончиться. Но я имею в виду даже, если я скажу, я репетировал. Зачем? Зачем я? Знаете, у меня вот опять, видите, всю жизнь табаков. Когда я играл там спектакль, кто-то говорил, Саня, гениально играет, что он говорит, ну так. Я говорю, кого мне слушать? Он говорит, сотого. Я говорю, в смысле? Ну, допустим, у нас 100% совести. И 99% говорят, ты гений, ты класс, ты супер. А там, который забившийся сотый, говорит, Саня, это не так. Он говорит, научишься вести диалог с этим сотым, у тебя проблем не будет. Вот я теперь понимаю, если мне не стыдно общаться с этим сотым, я понимаю, что он мне всегда скажет правду, надо его не забить этими 99, а наоборот сказать. И тогда я говорю, сори, девочка, спасибо, передай карточку кастинг-директору. И я понимаю, я крутой. Я договорился с этим сотым, и моя совесть чиста. Хотя, честно говоря, очень часто люди хотят создать такой прецедент. Бывает это. Но опять же, я говорю, во всем, в политике, в кино, везде, твой выбор, только твой. Вы могли бы сыграть маньяка? Ну, мне было бы это интересно. Понимаете, Энтони Хопкельс. Вот, они замахнутся ли нам? Ну, если, да, грандиозно, гениально, то, что он сделал мировая роль. Конечно. Конечно, вообще, чем сложнее. Чем, конечно, это. Ну, потому что, понимаете, быть просто органичным. Пришел с фактуркой, поиграл, сыграл папу, кого-то. Это одно. Я ведь почему спрашиваю? Потому что зрители во всем мире очень часто ассоциируют исполнителя роли с персонажем. Я помню, вы рассказывали как-то в одном из интервью, что у вас был эпизод после фильма «Киас Аяна». А, мужская работа. Причина, когда на вас там, ну, как это называется, наехали до охранники Рамзана Кадырова. Да, было. Это вот, ну, это было... Они действительно не понимали, что они говорят с актером? Или они считали, что актер все-таки несет ответственность за тот образ, который он на экране лепит? Про майора, которого вы там играли. Да, я играл майора такого особой элиты, который владел языками. Я, кстати, учил... В том числе и чеченским. Да, я учил как раз арабские языки, меня закидывали туда, как в ту сторону, да, и, ну, в общем, я выполнял такую очень, как разведчик, скажем, миссию очень серьезную. И, ну, наверное, это мне комплимент, что, видимо, сыграло неплохо, что в ресторане напротив моего дома, где я жил, такой довольно, ну, недешевый ресторан, ну, просто зашел что-то перекусить там, по-малому. И увидел, сидят люди, потом они выходили, смотрю, идет Рамзан Кадыров со своими, ну, со своей охраной. И вдруг подошли ко мне два человека. Из его свиты? Да, сели за стол, такие, ну, ребята, в общем... А вы соло были? Да, я зашел один, да, и подошли два таких, ну, в общем, при виде, так скажем, я не совсем такой пугливый, но так как-то напрягся. И сели, да, здрасте, приятного аппетита. Я, здрасте, ну, понятно, вроде лицо узнавал. То есть очень вежливо, да? Да, 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 ничего, агрессии не было, и стали что-то говорить, ну, что, как дела, я так, ну, понятно, диалог. А вам не стыдно? Я говорю, в смысле? Ну, думайте, вот пришли вы троем, да, и поставили нас на колени, я так, о чем речь вообще? А там три персонажа было. Ну, Федя Бондарчук и Сергей Векслер, мы играли трех друзей, я так не понял. И я так, я не помню, что я стал говорить, но, по-моему, я от какого-то внутреннего испуга стал даже немножко дерзить, хамить. Как-то, ну, бывает такая реакция. Ну, они потом поняли, что парень, видимо, волнуется, сказали, ну, ладно, мы приятному аппетиту, мы пошли. Да, ну, в следующий раз, когда будете, роль выбирать какую-то. О семье-то подумайте. Ого! Да, и причем так сказали, вот потому что, ну, там, официанты люди ходили, ну, то есть, вот так со стороны, типа, люди разговаривают про искусство, про кино, там, про что угодно, просто так, ну, все, ну, подумай, и пошли. И я себя поймал на мысли, что, а что я здесь делаю вообще? А, да, я же пришел поесть, попросил меня рассчитать, и я ушел. Мне этот эпизод запал. Ну, меня, честно говоря, удивило одно, это ведь охрана первого человека государства. Что они хотели мне показать? Правильно вы сказали? Они же понимают, что это актер. Продон, Чечня, она в составе России. Ну, почему? Для чего? Что они мне хотели продемонстрировать? Не понимаю. Кстати, как с Киосаяном, как с режиссером работал и с вами? Хорошо, правда. Он, конечно, человек компании, если учесть, что они с Федей друзья всегда. Да, да. Какое-то прям всегда такое было хулиганство. На площадке тут ничего сказать не могу. Мы всегда что-то придумали, хулиганили. У нас какой-то был такой свой мужской язык. А с кем вам было некомфортно работать? Ну, вы знаете, как? Вот так, чтобы совсем кошмар. У меня такого не было. Было, ну как? Ну, никак. То есть я понимал... Вы знаете, вот я снимался не буду. Кстати, проект был для Первого канала. Мы с актерами сами разводили сцены. Режиссер даже к нам не подходил. А что такое разводить сцену? А, ну, когда актеры выходят перед камерой, да, и вот как они будут? Я пошел туда, он пошел туда, здесь сел, тут я что-то взял, да? Называют, ну, как это? Как это? Мизан сцены. А этот сценарий не прописан? Нет, конечно. Это как раз все придумает режиссер. То есть режиссер, приезжая на площадку, он говорит, ребят, локация такая, ты идешь сюда, ты выбегаешь, ударяешь, потом хватаешь ее, целуешь, там. Вот это, это. То есть мизан сцены, так называемые, вот этой площадки, да, и мы выходили и говорили, а режиссер, а мы специально уже стали шутить, у него же наушники. А что, режиссер-то придет? Нет. Да нет, сегодня опять сами. Ну, хорошо, давай сами. Значит, смотри, и начинали как бы уже так. Почему-то второй режиссер разводил, иногда оператор уже плевал, говорит, ребят, значит, смотри, тебе здесь не выгодно стоять, вставай сюда. Ну, как бы уже по молодости молодые актеры заводились. Я говорю, ребят, ну, как мы говорили, ничего, заваливали, ли, такие проекты. Шути, ну, а как? Послушайте, я пришел на площадку, ну, что мне, скандалить? Меня потом спрашивает там мой агент, я говорю, ну, как, ну, вот так, как мне относиться? Уйти же я не могу с площадки. Значит, пытаться своими силами, своим опытом что-то вырулить, чтобы мое же лицо будет на экране. Я должен что-то придумать. Да, бывали у меня какие-то, скажем так, жесткие стычки с режиссером, но это было, может быть, полтора раза за всю мою жизнь. Ну, когда там просто уже режиссер, с актерами общался, и с женщинами тем более, то ли он подвыпил, так, хамски, ну, просто хамски. Фамилию не назовете? Не буду я. Ну, понимаете, о коллегах либо хорошо, либо ничего. Хорошо. А в результате, вот, ну, общался хамски, работа была некомфортно. А фильм-то получился или нет? Нет. И фильм не получился? А всегда совпадают ощущения при работе на площадке с результатом? То есть есть ощущение, что отлично получается? Или там что-то как-то не катит? Или это вещи... Непредсказуемые. Иногда потрясающий сценарий, потрясающий режиссер, актеры не складывается. Не складывается. А иногда, ну, опять же, это классика уже. К фильму «Москва слезам не верит» никто относился серьезно. Никто не относился. Кроме Меньшова. И актеры многие отказывались. Что это за вообще золушка? Что за бред собачий? Оскар? Вот друзья и Табаков, и Баталов, и это... Баталов вообще не подходил по возрасту. Там ему красили, делали, мазали. Как бы, ну, насколько я знаю историю, да? И как Вера Валентиновна вошла вместо другой актрисы. Поэтому я всегда говорю, мне важен процесс. Если процесс классный, не будет совсем плохо. Не будет. Потому что, как раньше говорили, пленка, она переносит это зрителю. И цифра тоже переносит. Я уверен. Потому что я же живу этим, сколько, 12 часов в сутки. Процессом. Театральным ли, киношным ли. И если я, играя ли, ставя ли спектакль и снимая кино, готов и честен перед собой, я уверен, ну, уровень будет не да, не, наверное, не Оскар, но уровень будет достойный. Опять же, я очень трезвый человек. Я знаю, какие выработки, какие деньги, бюджет, какой подготовительный, понимаете? И я понимаю, не будет чуда, если у тебя исходные, так скажем, составные, не то что в нуле, а в минусе. Ну, можно снимать, выходя уже на съемочный период, например, 16 серий, а у тебя еще 8 серий не написано. Как? Как? Меня актер спрашивает. А вот что? Я говорю, я тебе завтра отвечу. Я не знаю, чем это закончится. Не, ну, на уровне поэпизодников я понимаю, но, понимаете, иногда переписываешь здесь и сейчас. Да, не все режиссеры имеют бюджеты, подготовители, погоду. Я завидую им искренне, понимаете? А я, понимаете, я могу всю жизнь как актер ждать Гамлета и не сыграть его. Ну, хорошо, начну с черепа. Ну, а как? Это моя профессия. Это, кстати, Джигарханяна спрашивали. Ты чего везде все играешь, Армен Борисович? Он говорит, а чего? Это моя профессия. Я боюсь выпасть из обоймы. Но не важно. Даже в посредственном фильме он выходил и, появляясь в кадре, расцветал. Вот. Вот это моя планка. Куда идти? Не важно. Главное дело, честно, свою работу. Вот я сейчас, я говорю, служу в театре сатиры. Для меня ответственность колоссальная. Взрослый мужик там, не важно, с регалиями. Но я выхожу на сцену как в бане. Все, что у меня было, хоть Оскар, никому не интересно. Выходи, играй. А так случилось, что бывшие выпускники колледжа табаков, где я преподавал, тоже в театре. Ну-ну, Александр Анатольевич. Сейчас я шучу, ну, в принципе, да, гипотетически. Как он сыграет? И коллеги, может быть, не все же, наверное, отнеслись, что я поступил в театр сатиры, ну, доброжелательно. Скажут, ну, что взяли, сейчас посмотрим. А, не, ну, да. Судя по поздравлениям, одной премьеры, второй я понимаю, как это, не могу сказать в эфире слова, но, в общем, было достойно. И я это понимаю. Вот. Вот. Но я к этому отношусь, я ночами не сплю. Я придумываю, я работаю. Я предлагаю режиссеру там. Я честен с собой, я честен с этим вот сотым. И тогда, наверное, есть какой-то результат. У нас программа называется «Золотая рыбка», и у нас есть «Золотая рыбка». Этот карась выполняет пожелания. Зовут его дядя Володя. Вот. И прямо обращаясь к нему, вы можете что-то попросить судьбы? Да я хотел бы попросить, наверное, вот не потерять этого диалога со своим сотым, потому что это катастрофа. Ну, в моем зрелом возрасте это уже поздно делать. Вот хотел бы, тогда я смогу объективно оценивать окружающий мир, находить общий язык со своими родными и близкими, реально относиться к событиям, к профессии, к миру, к людям. Вот. Я хочу. Помоги мне. Как зовут еще раз? Дядя Володя. Дядя Володя, помоги мне. Укрепи мою веру и диалог с этим своим сотым. Я верю, что так и будет. Спасибо тебе, дядя Володя. Спасибо, Александр Анатольевич. Спасибо, Александр Анатольевич.